Мы сходим на Канареджио завтра, а сегодня я пойду на Сан-Маркет. Канареджио нужно налево идти, мы пойдем сейчас туда направо немножко. Я сейчас помог людям и сфотол их, и это очень хорошо, потому что мы хорошо крутаемся. О, голубь там сел, интересно. Я почему-то принципиально не хочу кататься на этих вот вапоретто, хотя можно было бы, но не буду. Вот он мост Реальта. И я сейчас у гондолеров спросил, ну как бы, понятно, что Сан-Марка там, но все-таки я еще раз спросил. Блин, нужно что-нибудь выпить, надо еще пивка где-то взять, вот что я думаю. Спасибо. Невероятно. Вот тебе и Марина Ринальди. Вот это поварок. Около Сан-Марка вообще очень хорошо деньги дерут. Бутылочка, полбутылочка Кьянти, Квали Сенези, ну и простейших Кьянти. Ну ладно, Банфи, Бронелло Монтальчино там стоит 55 евро. Это как бы еще, возможно, нормально. Ну хотя для Италии это все равно дорого. Вот, но покупать полбутылки за 5, 6 и 7 евро, которые, ну так себе, конечно, это чуть дешевле, чем в России, естественно. Но это чуть дешевле. А нам надо Денису нужно существенно дешевле. Так что винишко мы еще в других местах поищем. Но самый прикол, что она мне сказала, что вы хотели. Мол, ну как бы она понимает, я говорю спасибо. Она говорит, что вы хотели? Как я и сказал. Красиво жить не запретишь. Не то, что не запретишь. Вот это видовочка. Вот это видовочка. Привет, Денис. Френделло. Что? Что ты несешь? Какой ты дичь. Мне кажется, как правильно. Если денег достаточно, ну просто достаточно на все, что угодно, в принципе, переплатить 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15 евро, даже за одну бутылку, не составляет огромной трудности. В принципе, можно это сделать. Но когда думаешь, что там все-таки где-то поэкономить немножко, тут вот думаешь, куда зайти все-таки. Поэтому, ну неплохо, наверное, денег иметь. Так это, поболее. Так максимально. Но я хочу еще оставить на Рим и на остальные места. Но здесь, конечно, охренительно. Но очень круто. Я бы сказал, слишком круто. Фу-рау.